Пророк сказал, тот, кто станет на защиту своего брата в его отсутствии, Аллах защитит его лицо от огня в судный день. Лицо этого человека будет защищено от огня, подобно тому, как он защитил лицо своего брата или же сестры от унижения в мирской жизни. Человеку, который сбережет их честь, Аллах сбережет лицо. Мы часто встречаем, как в Коране и в Сунне Пророка, приводится параллель между лицом и репутацией. Возьмите себе на заметку, что когда кого-то начинают обсуждать в WhatsApp-группе, в Facebook, Twitter или еще на каком канале общения, или даже на встрече, вы можете стать тем, кто скажет, так не пойдет. Давайте не будем обсуждать нашего брата. Защитите своего брата или сестру, и за это Аллах защитит ваше лицо от огня в судный день. Есть еще один с упоминанием ангелов, который впечатляет меня особен. Тоже достоверный хадис, в котором Пророк, салаллаху алиюсаляму, сказал, «Тому, кто защитит честь своего брата или сестры от оскорблений в их отсутствии». Аллах назначит для него ангела, который в день суда будет оберегать его плоть на мосту. На сырате от пламени огня вас будет полностью оберегать ангел. Но с другой стороны, Пророк, салаллаху алиюсаляму, сказал, «А тот, кто обесчестит своего брата или сестру, будет подвешен над сиратом, подвешен над мостом, протянутым над огненной гиенной в день суда, пока их не спросят о том, что они натворили». Субханаллах, просто задумайтесь. С одной стороны, кто-то защитил честь своего брата или же сестры, и в день суда появится ангел, который защитит вас и не даст пламени огня дотронуться до вашей плоти, равно как и вы не дали прикоснуться к чести своего брата и сестры в этой жизни. Но с другой стороны, если вы оказались человеком обесчестившим, опорочившим или оклеветавшим кого-то, то в день суда вы будете подвешенным над мостом огненной гиенны, пока не исполнится воздаяние за то, что вы сказали или совершили, против своего брата или сестры. Какую же еще роль выполняют ангелы в данном случае? В хадисе, упомянутом нами ранее об Абу Бакри и пророке, ангел заступился за того, кто подвергся оскорблениям. Получается, что когда мы заступаемся за своего брата или сестру, освобождая их от необходимости постоять за себя, мы, по сути, выполняем роль ангелов. Как же это прекрасно, когда в нашем стремлении поклоняться подобно ангелам, в нас проявляется ангельский характер.